Надежнее, чем швейцарский банк. Скромно говорила о себе фирма, принимавшая деньги граждан под большие проценты. И лопнула. Организатор заключен под стражу. Могут ли вкладчики надеяться на возврат вложенных средств, расскажут коллеги из пресс-службы МВД Почувашия. Чего не сказать-то, говорите, давайте пойдемте. Хозяин внушительных размеров коттеджа в Щебоксарах держится более чем уверенно. И все время пытается перехватить инициативу у полицейских, которые пришли к нему с обыском. Он и был довольно продолжительное время, с 2008 года, хозяином положения, пока люди несли ему деньги. Привлеченные кто солидным статусом организатора фирмы, кто звучной фамилией. Он раньше общался, сейчас уже в основном его сотрудницы общались с клиентами. И у них тоже была своя матрица общения. И они рассказывали, что такой человек был депутатом, служил, в Афганистане воевал. Куча наград. Указывали на схожесть его фамилии с директором службы внешней разведки. То, что это его родственник и, в общем, честнейший человек. Да и на рекламу с броскими лозунгами фирма не скупилась. Устраивались шоу с приглашением известных эстрадных исполнителей, розыгрыши крупных призов, прочие акции для привлечения новых клиентов. Дивиденды по вкладам сулили солидные. До 36% годовых. Но гладко было только на бумаге. Раньше граждане в основном только приносили деньги и забирали свои проценты максимум. Они их тогда же не забирали, а также вкладывали в новый договор. То есть денежные средства так и оставались у него в обороте. В последнее время все больше граждан стало забирать денежные средства. И вот тут возникли проблемы. Неприятности с правоохранительными органами у честнейшего человека бывали и раньше. Но ему удавалось выйти сухим из воды. Поэтому во время обыска чебоксалец вел себя даже где-то по-хамски, пребывая в полной уверенности в собственной безнаказанности. И там черно все было объяснено, что где, куда и какие деньги лежат. И что можно, потом 4 года поменяться. И где, какие деньги лежат. 14-4 года могло поменяться. Там есть документы, посмотрите. В том-то и дело, что судя по изъятым в ходе обысков документам, никакой финансово-хозяйственной либо инвестиционной деятельности фирма не вела. Счетов у предприятия оказалось масса, но абсолютно пустых. Так что волновались вкладчики не зря. Обыски проводились одновременно во всех восьми офисах бывшего слуги народа и его супруги. В Чебоксарах и Новочебоксарске, Нижнем Новгороде и Нижегородской области, Алатаре и Канаше. Следственной частью Следственного управления МВД Республики возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» в особо крупном размере. 23 июня Ленинским районным судом Горчи-Боксары в отношении руководителя избранного меры по стечению в виде заключения под стражу и в отношении другого руководителя домашний арест. В ходе обысков изъята денежная сумма, довольно-таки значительная. Потом, в настоящий момент, ведется работа по наложению ареста на имущество. Следствие предпринимает все необходимое, чтобы вернуть потерпевшим 14 с лишним миллионов рублей, которые те имели неосторожность доверить подозреваемым. И шансы на возмещение ущерба есть. Но только не стоит обращаться к расплодившимся в последнее время помощникам. Очередная потеря денег. Всю информацию о ходе расследования уголовного дела можно получить по телефону 83 52 24 17 14 или 24 17 07.